здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала вы используете дёготь на своем огороде если еще нет то скорее всего после этого видео вы захотите приобрести его и на свой участок сегодня я расскажу не все его полезные применения в саду а постараюсь затронуть только осеннее применение что такое березовый дёготь из названия становится понятно что он изготавливается из березы а точнее из коры на вид эта мысленистая жидкость темного цвета обладает резким запахом полностью натуральные не накапливается в клетках растений при этом хорошо отпугивает вредителей сада если дёготь смешать с опилками накидать под кусты смородины или под клубнику осенью то практически все вредители поспешат перебраться к рядом растущим кустам а если там будут лежать такие пахучие стружки то вредители уйдут к соседям также дёготь можно размешать в опрыскиватели с водой и опрыскать осенние зимующие культуры часть вредителей точно покинет ваши посадки но это на заметку всем приверженцам натурального земледелия кстати если накидать дегтярные опилки под плодовые деревья кусты и зимующие цветы то мыши кроты землеройки и близко не подойдут после обрезки деревьев и густов хорошо помазать срезы березовым дёгтем его компоненты окажут прямой противомикробный эффект на оголенные ткани растений а помогут в этом такие вещества как толуол фенол ксилол парафин и фитонцит и расскажу вам историю из жизни возможно данный опыт пригодится и вам у моей знакомой дача у леса где полно зайцев которые зимой обгрызали все яблони и груши но брызгая концентрированным раствором дёгтя удалось избавиться от этих грызунов она делала по моему совету разводила ведре воды 5-7 столовых ложек дёгтя и веником обмахивала деревца и этот же способ работает и от мышей тут вариантов использования много можно обмотать старыми тряпками деревья до первых веток и опрыскать дёгтем и этот способ будет еще эффективнее если же на огороде одолели кроты то вот вам секрет и этот способ лучше всего делать именно осенью так как земля пустует нужно взять много двухлитровых бутылок и прикопать их в землю горлышком вверх предварительно делаем раскаленной проволокой небольшие дырочки в бутылках а затем заполняем их дегтярной водой с помощью воронки так я вывела всех кротов с участка теперь они к нам не приходят также запах дёгтя отпугивает и змей его можно купить в аптеке в садовых магазинах или же на яндекс маркете ссылочку я оставлю в описании под видео следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет магазины всего вам доброго в комментариях где-то